В прошлом году я побывал в Маслянино и поехал к другу. Друг пригласил меня в саму Маслянино посетить уникальный объект. Что за объект, он мне не сказал. Говорит, тебе это понравится, ты коммунист, тебе это будет по сердцу. Я пошел с удивлением. Думаю, что же может в современной России, какой объект для коммуниста приятный быть. И был действительно восхищен и удивлен. Что в Маслянино создаются подобные объекты. Предлагаю вашему вниманию этот видеоматериал. Парк СССР. Смотрим, что это такое. Вообще, это... Ну, не знаю. Для современной России парк СССР, создание парка СССР, я бы сказал, несколько необычное. Необычное такое событие. Мод. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 25 октября 2017 года, 7 ноября. С 30 декабря 2022 года, образование Союза Советских Социалистических Республик. Замечательная дата. Вот, знаете, вот как говорится, как это вот... Не знаю, по-молодежному это... Ну, не стремно же вот это вот все писать в современной Российской Федерации. В селе Маслянино, или в поселке, как это называется. Основатель Советского Государства, выросшего в Советский Союз, в Союз Советских Социалистических Республик. 30 декабря 2022 года состоялся первый всесоюзный съезд Советов Владимирович Ленин, 21 января 2024 года. И вот они, 15 республик. 15 республик, Всесоюзная Пионерская Организация, 19 мая 2022 года. Дальше, Советская Заря, 22-й год. Генеральным секретарем становится Иосиф Сталин, руководитель Советского Государства с 20-го по 53-й год. Ну, слово руководитель меня вот цепляет как-то там, не так это все. Учиться, учиться и еще раз учиться. В 20-е годы для ликвидации безграмотности создаются ликбезы, ликвидация безграмотности у населения формируется система обязательного начального и среднего школьного образования. Ну, вот что у нас в сегодняшней России в 20-е годы делается, ну, можно тоже, наверное, такой вот монумент делать. Где оно образование, где наше училище колыванское, что происходит в техникуме, какие там специальности. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Вообще, замечательный лозунг, который я даже стал осознавать, понимать, ну, гораздо, уже в более взрослом возрасте, в детстве, я это считал, ну, просто складная рифма практически какая-то. Что это обозначает, непонятно. По факту это и есть вообще советская власть. Только если мы возьмем, сейчас у нас есть вся электрификация всей страны, но нет советской власти. Советская власть – это власть советов. Советы – это народ. Это народ избирает людей, которому доверяют. Людей, которые работают на благо людей. И будет коммунизм. В принципе, так и есть. То есть электричество делает все, что нужно, и пашет, и сеет, и так далее. А люди, ну, как по работе Иосифа Виссарионовича Сталина, а рабочий день в дальнейшем будет сокращен до шести, а в дальнейшем и до пяти часов в день. То есть вот это позволит именно электрификация всей страны. В 30-е годы началась индустриализация страны. Запущено свыше шести тысяч промышленных предприятий, металлургии, машины и станкостроений. В 37-й год происходит массовая коллективизация сельского хозяйства, ликвидация и объединение частных хозяйств в большие коллективные хозяйства, колхозы. Здесь 39-й, 41-й, одна на всех. Вообще замечательный монумент, которому можно погордиться. Гордиться. Поехали. Ну, вообще замечательно. Думали, ну что же дальше. Поехали, 61-й год. 54-й год. Начало освоения целинных и залежных земель. Ну, в 53-м году Иосифа Виссарионовича Сталина убили. А вот в 54-м году там у нас началась целина. 12 апреля 61-го года. Юрий Гагарин. Полет вокруг земли. И как-то так оно все быстро. Закончилось. 85-й год. Начало политических и экономических реформ. Ну, там слово другое напрашивается. Никакая-то не реформа, а вот экономические разрывы политические. Образование СНГ. Который документ до сих пор никто не может найти. Маслянинский район. В 24-м году образован в составе 252 населенных пунктов. Ищу информацию о населении самого города, поселка, села Маслянин. Хроника развития. Построено двухэтажное здание больницы. Очень жаль, конечно. Вот здесь вот доведу. Очень жаль, друзья. Ну, 27-й, 29-й, 30-й, 35-й, 44-й, 50-й, 65-й. Вообще это все советская власть. 75-й, 76-й, 79-й, 78-й. Где остальное? Вот, по сути дела, здесь еще два не хватает. Что сделано? Ну, я вижу вообще. Даже вот так вот сказать. 2000, наверное, в прошлом году, в 2020 год, поставил вот этот монумент. Замечательно. Ну, здесь вот есть еще чем хвалиться. Это тоже нужно указывать и показывать современной молодежи, что делается в Маслянин. Честно говоря, вот разница будет разительная. Что вот здесь сделано? Произошла централизация библиотек. Образован краеведческий музей. Дорожно-ремонтное строительное управление. Киносеть за год пункт. Вот это вот все есть. И что у нас есть сейчас? Ну, надо и об этом рассказать маслянинцам. Дальше идем. И дальше идем. Здесь еще не все. Очень странно, что вот такая вот площадь, и она круглая и без ничего. Я вот этого не понимаю. И какой-то там, думаю, может, плитка как-то своеобразным образом выложена. Нет. Просто, ну, так вот, пятак. Просто вот такой вот пятак. Или как-то лобное место. Лобное место. Здесь гербы. Гербы 15 республик. Все даже, знаете, я удивлен. Я не понимаю, как это так. Да-да что. А, надо вон он, фасад. Ну, сейчас еще дойдем. Здесь еще гербы союзных республик. Здесь у нас вождь мирового пролетариата Владимирович Ленин. Основатель и руководитель советского государства. То есть 22 апреля 70-го года. Вот так сделаем сейчас. Смотрите. Вот так, солнышко. Да. А здесь Калинин. Как Михаил? Не помню отчество. Михаил Иванович Калинин. По-моему, так. Здесь какие штуки. Где они их нашли вообще? Маслянинцы, вы где это все нашли? Такие замечательные. Или новые, что ли, сделали? Не знаю вообще. Я это был, вот, видел в Уфе. Там тоже замечательный парк. Замечательный парк. И тоже вот такие, как это, скульптуры. Скульптура. Вот даже и здесь еще и с красным этим. Ну, прямо, они взяли, конечно-то. Ткань. Вообще натурально. Все выглядит очень классно. Пионеры. Пионеры. Две скамейки. Удивительное дело. Ну, тоже вот. Я замечаю, вот, все подстрижено, все прибрано. Никакого мусора, ничего. В этой мусорнице все вытаскивается. Ничего не набито. Никаких, блин, вот, правда. Никаких бутылок, склянок, банок, пачек сигарет. Ничего этого нету. Вот, обращаю внимание, ну, вот эта вот лавочка, да, нету ничего. Шишка лежит. И это видно, что она не только что сощелканная, и вообще она не сощелканная. Это какая-то другая вещь. И вот здесь вход в этот парк. Название. Название, смотрите, как. Вообще, я... Вы знаете, какое... По сердцу. По сердцу все это. СССР. СССР. Вообще. Ну, как? Как? Я не понимаю, как. Паспорт объекта. Наименование объекта. Благоустройство парка, расположенного по адресу Новосибирскую область, Маслянинский район, рабочий поселок. Ну, теперь не запутаюсь. Маслянина. Заказчик МКУ Маслянина. Проектный строй подряд. Генподрядчик ИП Поляничко. О, ответственная Поляничко, ВА, телефон указан, строки строительства. Так это нынче все сделано. Начало строительства в мае закончено в августе, 15 августа 2021 года. От меня лично огромная благодарность ответственному генподрядчику. И вообще удивлен, восхищен. Современно. Союз нерушимый, республик свободный, Сразила навеки великая рост, Поздравствует вновь на треволи народа, Единый могучий Советский Союз. Властья, Отечество, Властья, свободное, В дружбе народа, Союзный огонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова